Может ли на выборах президента Украины победить пророссийский кандидат? Может. Уже я думаю, что украинский народ к этому готов. Может. Вполне. Ну, потому что я думаю, что наконец-то Украина понимает, что без России им никак. Если это хорошее, выиграет. Если плохое, тоже может быть выиграть. А пророссийский или не пророссийский это не важно? Не имеет никакого значения. Главное, чтобы он для своего народа был хорошим человеком. Я думаю, это будет выбор все-таки, скажем так, украинского народа. Я, к сожалению, не смотрю, ну, скажем так, за ситуацией, пристально, по крайней мере, за ситуацией на Украине. То есть я даже не знаю кандидатов, которые были бы пророссийскими на текущий момент. Я думаю, нет. Я думаю, все равно у них специфика, вот именно национализм такой, вот именно ценность своей нации украинской, да, они не допустят, я думаю. Тем более, это так проявляется не только в каких-то политических, да, мероприятиях, взглядах, но и просто даже в каких-то бытовых вопросах это видно. Теперь Порошенко Янукович, он же был пророссийский. Ну, почему бы нет? Ну, что бы сказать, нужно там, там жить, потому что то, что мы из телевизора видим, это же все, это через кучу фильтров проходит. Поэтому мы не можем судить, что там происходит, пока мы там не были. Ну, был бы я на Украине, ну, может быть, да, может быть, голосовал бы за пророссийского, потому что у Украины, насколько им известно, кризис, там у них проблемы какие-то финансовые. Я думаю, так. Очень сильно сомневаюсь. Мы очень много сделали для того, чтобы этого не случилось. Я не допускаю такого даже в теории, потому что, на мой взгляд, отношения зашли слишком далеко в негативном плане, и большая вина, большая доля вины России в этом есть. Поэтому, ну, на пророссийского, так сказать, президента рассчитывать не стоит.